Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Это очень маленький магнитный диск размером примерно 500 нанометров. То есть, ну, 500 нанометров, если представить себе, сколько это, эритроцит человека, вот человеческая клетка крови красная, многие о них знают, что вот она размером примерно 6-7 микрометров, то есть 6-7 тысяч нанометров. То есть он в диаметре в 10 раз меньше примерно, чем клетка крови человека. Вот такой маленький диск, блинчик. И вот это и есть, по сути, наноскальпель, которым мы можем адресно убивать раковые клетки. То есть это не просто феромагнитная частица. Ну, феромагнитная, имею в виду, что используется магнитный материал. То есть там обычно используем сплав железа с никелем, так называемый пермалой. Этот нанодиск покрывается с двух сторон золотом. То есть используются очень тонкие золотые пленочки с двух сторон. В вакууме это напыление происходит, покрытие. Для чего это делается? То есть сами по себе эти магнитные частицы, если они попадут в организм, ну, все хорошо знают, что железо на воздухе, в воде, оно окисляется, оно ржавеет. То есть если такая магнитная частица без защиты попадает в организм, то она ржавеет и, кроме как вред, ничего принести организму не сможет. А вот если ее защитить золотом, с одной стороны, то есть золото, оно гипоаллергенно, организм никак на него не реагирует, то эта частица не будет окисляться и она может в организме довольно долго путешествовать. С другой стороны, золото, оно очень хорошо фиксирует на себе специальный белок, называются оптомеры эти белки. Подбираются такие оптомеры, наносятся на золото, чтобы они именно были как бы крючками для только раковых клеток. Тогда получается такой эффект, что нанодиск, на нем оптомер, и он прикрепляется только к раковой клетке. Мы можем продемонстрировать это на примере монетки. То есть монетка эта у нас будет аналогом нашего нанодиска. То есть она как раз железная, ферромагнитная, с покрытием хрома. Роль клетки у нас будет выполнять вот такой воздушный шарик. Ну, примерно и размеры, соотношение размеров у них подходит. То есть если эта клетка здоровая, нанодиск подходит к ней и не зацепляется за нее. То есть идет дальше. А вот если клетка раковая, то у нее специфический белок на мембранах, к которому прицепляется белок на поверхности нанодиска и удерживается. Итак, вот эти нанодиски, наши наноскальпели, они покрывают только раковые клетки. Но эффекта пока никакого не будет, если мы не действуем внешним магнитным полем. А вот если уже попала клетка под действием магнитного поля, то есть видно, что нанодиск взаимодействует с нашим полем, с нашим магнитиком. И если поле не такое сильное, и мы его не оторвем от клетки, он начинает или давить на клетку, или тянуть, или может вращаться, если магнитное поле будет вращающимся. И таким образом нанодиск разрушает клеточную мембрану, и раковая клетка уничтожена. Смысл в чем? Создать суспензию из большого количества таких нанодисков. И суспензию вводить в шприце, то есть в растворе, обычный может использоваться физраствор, то есть обычно так это делают. Вводится суспензия из нанодисков, и дальше они уже расплываясь по всему организму, ищут эти раковые клетки, ну как бы ищут, то есть прицепляются только к ним. То есть через относительно небольшой промежуток времени, когда все нанодиски зацепились за клетки раковые, человек помещается в катушку с магнитным полем, и это магнитное поле начинает действовать на нанодиски, которые уже закреплены на клетках. И дальше наблюдаем два эффекта. То есть первый эффект – это уничтожение клетки. Ну, в каком плане уничтожение? То есть нанодиск просто разрывает клеточную мембрану, и клетка погибает. Второй эффект, который был обнаружен, это переход клетки раковые к естественной гибели, так называемой апоптос. То есть когда не погибает клетка неестественным путем, что называется некрозом, а когда она погибает, естественным путем апоптос, то есть она распадается на более мелкие части, и организму такие части проще выводить. То есть это естественный процесс гибели клеток в нашем организме. И, естественно, меньше будет последствий негативных для организма при вот таком уничтожении клеток, когда они переходят в состояние апоптоза. И подбирая поля определенных частот, можно именно переводить клетки в апоптос. То есть естественная гибель. Какие трудности возникают в процессе работы с нанодисками, и как они решаются? Первое, что все-таки нанодиски – это магнитные частицы. То есть это как маленькие магнитики. И когда мы их в большом количестве в суспензии собираем, они между собой начинают взаимодействовать. Все хорошо знают, что магнитики разноименными полюсами начинают притягиваться. Так вот, диски ориентируются так, что они начинают притягиваться, взаимодействовать, и слепаются в своего рода шарики, которые уже разлепить никак не получится. И эффективность такого метода, конечно, снижается до нуля. Как решить эту проблему? Чтобы диски у нас не слепались, не взаимодействовали между собой, с одной стороны, пока не доставлены были до клетки. А с другой стороны, они бы взаимодействовали с внешним магнитным полем, когда нам это нужно. Потому что если они и между собой не взаимодействуют, чувствуют они себя только благодаря магнитным полям, и они не будут взаимодействовать тогда с магнитным полем внешним. Так вот, оказывается, что в таких маленьких дисках может зарождаться, образовываться магнитная структура, которую называют вихревой. То есть магнитное поле замыкается внутри диска, как бы по окружности. И внешний магнитный момент, благодаря которому диски взаимодействуют, он практически равен нулю. То есть и диски друг друга не чувствуют. Но когда мы диски доставили до клетки, и они закрепились, нам нужно увеличить магнитный момент этого диска. То есть убрать вот это вихревое состояние. И как это сделать? Предлагается способ такой, с помощью механических напряжений. То есть диск – это все-таки трехслойная структура. Золото, феромагнетик, золото. И при изготовлении у нас возникают механические напряжения между слоями магнетика и немагнетика. И вот эти механические напряжения способны менять магнитную структуру диска. То есть переводить его из вихревого состояния, где они между собой не взаимодействуют, к так называемому однодоменному состоянию, когда диск обладает довольно большим магнитным моментом и может уже взаимодействовать хорошо с внешним полем, а с другими дисками он уже взаимодействовать и не будет, потому что они все в организме находятся далеко друг от друга. И так мы можем, меняя механическое напряжение, ну а как это сделать? Менять температуру. То есть способы изменения механического напряжения, многие знают, что при нагревании тела расширяются. Так же ведет себя и вот этот слой. То есть при нагревании золото начинает немного расширяться, давит на феромагнетик, и вот это механическое давление переводит наше вихревое состояние в однодоменной плоскости магнетика. И повышается таким образом магнитный момент нано-диска. Мы их можем не только ими управлять и воздействовать на клетку, но и также их удерживать в какой-то области организма магнитным полем. То есть не обязательно эти диски будут расплываться по всему организму. Мы их можем создать определенную концентрацию, достаточно большую, в той области, где у нас пораженные ткани. То есть они будут находиться по большей части только там. Сложно ли изготавливать нано-диски? Их изготавливают в институте физики. То есть мы их научились делать с помощью вакуумного напыления. То есть что представляет собой вакуумное напыление? То есть емкость, из которой откачивается воздух, то есть создается в ней вакуум достаточно высокой частоты. И дальше на подложку со специально подготовленным трафаретом напыляются вот эти материалы. То есть сначала напыляется золото. То есть напыляется как маленькая лодочка, называемая тиглем, под действием электрического тока разогревается. И в этой лодочке находится маленькая капелька золота. И эта капелька при протекании тока в лодочке, лодочка разогревается, капелька испаряется. И вот эти пары золота осаживаются на подложку. Вот это называют напылением. Вакуумное термическое напыление. То есть вот так сначала наносится слой золота, потом наносится слой пермалоя, то есть это сплав железа с никелем, и потом снова наносится слой золота. И вот дальше этот трафарет, в котором у нас есть заготовки этих нанодисков, он помещается в специальный растворитель, и нанодиски, они освобождаются и свободно начинают перемещаться в этом растворителе. Дальше мы их можем магнитным полем также собрать, перевести в буферный какой-то раствор, например, хлорид натрия, то есть физраствор, покрыть их оптомером и уже запустить в организм человека. Сколько нужно наночастиц для достижения эффекта при лечении раковых опухолей? Понятно, что одной-двух частиц будет мало. То есть эффект достигается примерно при достижении числа частиц порядка числа авогадра. То есть это порядка 10 в 23 степени штук, то есть на весь организм. Вот нужно много. То есть получается это миллиарды-миллиарды таких частиц. Мы не изготавливаем каждую частицу по отдельности. То есть это целые массивы на готовых подложках, то есть и сразу их там на каждую подложку по несколько миллиардов нанодисков. Пока на поток этот процесс не поставлен, конечно. Одно напыление занимает, ну вот один процесс изготовления, вот эти несколько миллиардов за раз одну подложку сделать, он занимает примерно весь день. То есть это с утра до вечера. Этот процесс, начиная от откачки емкости, то есть вакуум создать, процесс самого напыления, потом напускание воздуха, дальше работа с этой подложкой, отделить диски, покрыть оптомером. То есть это довольно трудозатратный, долгий процесс. Какие исследования нанодисков проводятся? Не только Россия занимается, не только мы занимаемся этими исследованиями, активно продвигают вот это направление японцы. То есть у них основная задача была какая? Опухоль мозга. То есть вот одна из сложнейших опухолей. Смысл в чем? Вымываются лекарства. То есть препараты, которые, вот химиотерапия, лучевая терапия, вводятся непосредственно в мозг, они очень быстро вымываются вот этой жидкостью. То есть организм себя защищает, и мозг защищает сильнее всего. Удерживать эти препараты нет возможности. А вот с нанодисками здесь есть преимущество. То есть мы их можем удерживать силой, магнитным полем. И если опухоль где-то там в мозгу образовалась, хирург ее удаляет, а все, что заражено вокруг, уже пошли метастазы, вот эти раковые клетки появились, мы их уже добиваем нанодисками. То есть вот этими наноскальпелями. Основная идея Сибирского федерального университета и нашей команды была в том, чтобы научиться переводить эти частицы из вихревого состояния с малым магнитным моментом, где они практически не взаимодействуются в суспензии, в частицы с однодоменным состоянием с помощью механических напряжений, когда они уже закреплены на клетках опухолей. Субтитры сделал DimaTorzok